Коллеги, добрый день. Начинаем пресс-конференцию, посвященную встрече семей погибших воинов АТО Харьковщины. Встреча состоится 30 января. Организована группой харьковских психологов-волонтеров в рамках всеукраинского проекта, который реализуется психологической кризисной службой общественной организации Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий. Более подробнее расскажут о встрече и ее целях наши спикеры. Это Светлана Муравская и Виктория Волосник, кризисные психологи по сопровождению семей погибших. Добрый день. Пожалуйста, вам слово. Это у нас уже третье мероприятие, которое мы проводим для семей погибших. Направлено на то, чтобы познакомить семьи между собой и оказать им поддержку психосоциальную. Наша группа – это кризисные психологи, специалисты, которая уже работает больше года в Харьковской области, поддерживает семьи погибших. Начали мы работу с октября 2014 года после всем известных событий Иловайска, Донецкого аэропорта. И когда в Харьков начали приходить такие известия, как похороны и смерть. В сотрудничестве с областным военкоматом мы звонили в семьи, приезжали, поддерживали их психологически. А затем эта связь оставалась, и мы теперь поддерживаем их на протяжении года, а некоторых и больше. Этот проект набирает все больше понимания в обществе, зачем это нужно и кому. Хотелось бы сказать, что в нашем постсоветском пространстве, к сожалению, тема смерти – табу. Они стараются не говорить, ее стараются замалчивать, не прикасаться. У нас нет культуры обращения за психологической помощью. И горюющие люди не знают, куда им обратиться и кто им может помочь. Потому что действительно никакой компенсации быть не может. Та потеря, которую получила семья, ее не восполнить ничем. Но поддержать семью можно и психологически, быть с ней рядом, прожить вместе. Это горе. И социальная помощь – это и материальная помощь, и другие виды помощи. Юридическая, адвокатская, социальная. Очень важны для семьи как фактор понимания, как фактор поддержки. И как эмоциональная поддержка. Потому что тот человек, который был в семье, он занимал определенное место. И теперь это место пусто. Очень трудно найти какие-то возможности, чтобы как-то жить с этим. Именно психологи понимают это, может быть, больше. Поэтому наша группа состоит из психологов. Психологи кризисной службы, которые работают с этими семьями. Сейчас наша группа насчитывает 17 человек. Начинали мы с 8 в 2014. Сейчас уже 17 человек. Каждый ведет несколько семей. От 2-х, 3-х до 7-ми, 8-ми. Установились уже теплые доверительные отношения с теми, с которыми раньше общались. С некоторыми семьями только сейчас начинаем общаться. Потому что те списки военкомата, которые мы получили, сотрудничая с нашими службами, не все данные там есть, корректно отображены, нет телефонов, нет возможности найти эту семью. Поэтому не все охвачены. Хотелось бы сказать, что мы поддерживаем и помогаем все семьи. Не только те, которые призывались от Харьковского военкомата. Но у нас еще есть погибшие, которые нацгвардии, которые были в добровольческих отрядах, которые были в пограничной службе. Харьков оказывается не такой маленький город, как кажется. Потому что у всех есть знакомые, друзья, которые тоже находят семьи, которые потеряли близких и направляют к нам для оказания помощи. Светлана, спасибо. Виктория, пожалуйста, расскажите свои впечатления о работе с семьями погибших. Как это выглядит? Расскажите подробнее, пожалуйста. Хорошо. По поводу горевания, это очень сложная, тяжелая работа. Психологическая, внутренняя работа для человека справиться с потерей. Это не все люди понимают, но те, которые сталкиваются в своей жизни с потерей близких, они понимают, насколько важна поддержка в этой ситуации. Потому что когда семья остается одна, либо человек один остается, то это действительно очень-очень сложное и намного более травматичное переживание. Поэтому, собственно, мы организовываем такие встречи, как роды Накола, где мы собираем семьи, и они могут поддерживать друг друга. Помимо этого, конечно, существуют психологические группы, группы поддержки. А также Светлана рассказала о консультациях, которые тоже у нас на этих мероприятиях есть, юридические, социальные и так далее. По поводу психологической помощи в группах помощи организовываются по возрастам детей делят. И для каждого определенного возраста есть своя группа, где важно проработать определенные моменты и помочь ребенку справиться с потерей. Потому что взрослые часто думают, что дети не понимают, что происходит, или что детям можно рассказать, что просто человек ушел далеко, и ребенок не будет так сильно переживать, что он забудет быстрее, чем взрослые. Но на самом деле это не так. Дети точно так же, как и взрослые, тяжело переживают потерю, но выражается это просто в других аспектах. То есть поведение ребенка может становиться каким-то немножко нетипичным. С точки зрения взрослого это может быть как-то воспринято как неадекватность. На самом деле это нормальная работа горя. Ребенок пытается самостоятельно справиться с потерей. Он может быть или более спокойный, усидчивый, при этом замкнутый, неразговорчивый, или наоборот вспышки эмоциональные могут наблюдаться у ребенка, когда ему хочется топнуть стул, крикнуть что-то. Ну в общем разные проявления могут быть. И важно донести до родителей и вообще до общества ту мысль, что в потере, действительно при потере ребенок очень нуждается тоже в помощи и поддержке. Таким образом, помимо детских групп, у нас еще есть группы для взрослых, где мы тоже делим членов семьи на категории. Отдельно группы материнские для матерей, группы вдов и группы отцов погибших. В общем, по структуре, по основной психологической помощи. Встреча будет 30 января. Расскажите подробнее о том, где она будет, как она будет проходить. Но эта встреча будет проходить в институте. И встреча будет проходить таким образом. Приглашаются специалисты, которые могут оказать социальную поддержку, юридическую. Можно даже сразу решить какие-то вопросы на месте. Вопросы по земле, по квартирам, адвокатская поддержка. Также будут психологические консультации, особенно направленные на то, что дети, нарушение сна, нарушение поведения, взрослые. Это формат мероприятия однодневного. К сожалению, не позволяет нам провести более полную поддержку и дать семьям то, в чём они нуждаются. Но, тем не менее, в рамках одного дня мы встречаем семьи. Потом они могут в поле, в свободном общении получить поддержку социальную, юридическую, психологическую. Потом они распределяются, вот как Виктория говорит, на группы. Каждая группа отдельно. Это закрытое мероприятие. И дети по возрастам, и взрослые отдельно. Затем у нас планируется панихида, обед. И завершающий общий круг, как сбор в кругу семьи. Когда люди уже немножко познакомились друг с другом, они могут оказать поддержку друг другу. После первого роды Новокола, которое у нас было три дня, в этом мероприятии было год назад. Семьи подружились, познакомились, и они уже сами поддерживали друг друга без нашего участия. Это было очень ценно, когда человек находит в себе ресурс и может помочь другому. Некоторые стали волонтёрами. Это тоже очень приятно, когда понимаем, что наша помощь дала возможность человеку найти в себе силы, жить дальше, не замыкаться в себе. Вопрос у нас немножко сложный в том плане, что это семьи всей Харьковской области. Она оказывается очень большая. Некоторые семьи есть в своей деревне. Это одна семья. И им не с кем общаться, не с кем поделиться. Первое время, конечно же, поддерживают и военкомат, и односельчане. Но потом люди живут своей жизнью, а эта семья, она остаётся в своём горе как бы одна. И вот эти встречи, они очень важны для семьи. Они после этой встречи сразу вдохновляются, идут решать какие-то вопросы. То есть они становятся более адаптивными, они не выпадают из социума, они продолжают работать, продолжают активно жить. И ждут следующих встреч, чтобы помочь другим. Это очень ценно. Жаль, что только у нас нет такой возможности проводить эти встречи чаще, потому что по опыту киевских коллег, которые проводили эти встречи каждые два месяца во Львове, мы искали какие-то возможности финансирования, хотя бы обеда. Тогда мы могли бы проводить эти встречи чаще, но нет у нас такого опыта донести до людей, кто бы мог помочь нам. Но когда мы немножко от своей работы психологической отталкиваемся и включаемся в общество, очень приятно, что откликаются очень многие организации. Это общественные организации, которые более мобильны, чем, скажем, наше государство. И они помогают кто чем. Вот, например, сейчас у нас кто-то покупает констовары, кто-то покупает подарки детям, кто-то покупает. Это огромный список, который, если честно, я даже перечислить не могу, кто что может принести. Потому что это всё выглядит как помощь. Нас спрашивали, а нужно ли точно подарки, а взрослым нужно. Это как поддержка. Ну что-нибудь, любой сувенир, ну не знаю, любая конфета, это всё равно выглядит как поддержка, как участие, как то, что вы не безразличны. И так было приятно слышать, когда после первого роды Новокола люди общались, уже шли на контакт со СМИ, давали интервью, уже делали фото. То есть это были вообще другие люди, это было другое лицо. И одна женщина такая замкнутая сказала, вы даже не представляете, как я удивлена. Я даже не знала, сколько людей не безразличных. Я думала, это только моё. Я думала, это только горе нашей семьи. Но мне кажется, это очень важно для нас всех, поскольку действительно это культура, это воспитывается в культуре, не безразличие, участие. И у нас люди, ну харьковчане всегда были толерантными, добрыми. Просто тема такая тяжёлая, что люди действительно не знают, как они помочь могут. Они бы и хотели, но не знают, как. Человеку в горе страшно к нему подойти, боишься что-то нарушить. Скажите, а информации, которую вам предоставляют военкоматы, достаточно для как можно более широкого охвата семей, родственников, погибших солдат? Или же всё-таки есть семьи, есть люди, с которыми у вас нет связи? По какой-то причине. Безусловно, есть, да, семьи, о которых мы можем не знать, потому что не все участники боевых действий проходят через военкомат, некоторые через добровольческие войска и так далее. Поэтому мы всегда просим нашей семьи, с которыми у нас есть контакт, сказать нам о тех семьях, с которыми они дружат, и которые тоже могут нуждаться в поддержке. И так список семей пополняется, которым мы помогаем. Но если есть какие-то люди, которые также нуждаются в поддержке и видят сейчас эту информацию, то мы открыты тоже для сотрудничества и взаимодействия. И будем рады и благодарны немного помочь в этом тяжёлом таком событии при потере близких людей. Вы также участник проекта, да? Пожалуйста, у Вас есть комментарий какой-то? Меня зовут Гера Семенка Елизавета. Я на этом проекте курирую детскую группу. И хотела бы сказать, что действительно очень часто взрослые думают, что с детьми можно об этом не говорить или не знают, как об этом говорить. Это действительно очень непростая задача. И, скажем так, на проекте Рады Новокола я работаю с ними в рамках сказкотерапии. Специально для деток на каждое мероприятие я пишу отдельную лечебную сказку. И с помощью этой сказки удаётся проработать ту проблему, то горе, о котором просто так в открытую говорить бывает очень тяжело и больно. Поэтому эти мероприятия очень важны тем, что психологи действительно знают, умеют прикоснуться к горе детскому, знают, как с детьми поговорить об этом. Я как бы родителям объясняю, что о горе говорить нужно. Но психологи умеют говорить об этом как бы под анальгином, некоторым анальгином. Конечно, это больно. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что, когда мы приглашаем родных погибших, это всегда очень сложная задача, потому что вот буквально сейчас вот одна семья, с которой веду переговоры уже больше двух недель, они не разговаривают между собой, они закрыты, им так больно, что они даже внутри семьи не могут говорить. Вот родители не говорят с сестрой погибшего. Им настолько больно, они отключили телефоны, им больно, они просят их не трогать. Ну, полгода прошло, но эта боль настолько тяжёлая, и мы должны понимать, насколько это сложная задача. Но те люди, которые уже побыли на роды нам кола, те люди, которые погоревали с другими людьми, перенесшими такую же трагедию, они чувствуют облегчение. То есть задача психолога — не стереть горе. Это ни в коем случае. Мы ни в коем случае не научим ребёнка скорее забыть папу или там мать забыть сына. Боже упаси, задача психолога — помочь это горе пережить, найти ресурсы, жить дальше. И есть у нас, у психологов такая задача, как посттравматический рост, чтобы пережив эту травму, человек не разрушил себя, например, инсультом, инфарктом. Или чтобы ребёнок, например, не ушёл навсегда в сторону агрессии, в сторону, не посвятил свою жизнь вместе навсегда. То есть уметь показать, вместе с людьми найти те конструктивные моменты, которые им помогут жить полноценной жизнью. Но я хотела бы сказать ещё о таком моменте. Когда мы работаем с семьями погибшим, иногда просто становится страшно всё-таки от равнодушия государства к этим людям. Не более как несколько дней назад по всем каналам прозвучало, что Тимур Юлдашев награждён орденом Порошенко. Я не знаю, какой цинизм позволил команде президента, наградив героя посмертно, не пригласить, даже не позвонить семье погибшего. Когда я позвонила жене Тимура Юлдашева, Виоле Юлдашева, матери пятерых детей, она плача сказала, я об этом узнала из интернета спустя два дня, мне никто не сказал. Я позвонила, а мне сказали, что вы получите свой орден и деньги через военкомат. Почему такое равнодушие со стороны государства? То есть я хочу обратить внимание, я не знаю, поднять это на всю страну, что не может быть страна равнодушна. К сожалению, бывает, что семьи остаются один на один. К сожалению, бывает, что односельчане умудряются оскорблять, высмеивать людей, которые потеряли родных по своим политическим, значит, сепаратистским убеждениям. И люди остаются среди врагов. Вот представьте человека, который потерял своего сына, сын защитил нашу Харьковскую область от того, чтобы тут не началась война. А односельчане рассказывают, он идет мать героя, и хихикают, и всяко по этому поводу. Но, извините меня, это начинается с государства. Когда государство не может вовремя оформить документы участника боевых действий, когда государство не может пригласить семью погибших на вручение награды президента. Почему-то, когда Андрей Боечко вручает награды, которые волонтеры собирают серебро, отливают ордена героев, они умеют собрать людей, собрать родственников, собрать однополчан, сделать это на высоком уровне. И почему-то вот этот самый Андрей Боечко преследуется со стороны государства. Ему всяко намекают, чтобы он этого не делал, что прекратились награждения от народа, что награды должны быть только от государства. А где это государство? Вот просто, понимаете, вот хочется передать, что работа волонтеров – это здорово. И, например, пример того, что государственное учреждение откликнулось на волонтерскую инициативу, предоставляет свое место и так далее, это пример того, что многое зависит от самих людей. Но государство должно просыпаться. И к нашей армии надо относиться как к героям, а к погибшим надо относиться как к трижды героям. И чтить их память, и поднимать, и делать все для семей погибших. Потому что, ну, не хочу на какие-то частные рассказывать ситуации, с которыми сталкиваются семьи погибших, но зачастую даже какой-то банальный проезд в электричке месяцами тянут, и не могут той матери оплатить, и для нее проблема за 200 гривен доехать в Харьков на то же Радына Акула. Или, например, перед Новым годом мы проводили мероприятие, ни одна партия не отозвалась. Выборы прошли, ни одна партия не отозвалась помочь Радынам Акула. Уже все с портфелями. Уже можно про Радына Акула не вспоминать. До выборов обещаний было много и красивых. Так я хочу обратиться к вам, уважаемые депутаты, где ваша совесть, когда вы отказались поддержать такой проект памяти погибших. Где ваша совесть? Где совесть у команды президента и у президента, когда он, вручая награду, не позвал семьи погибших? Спасибо за ваши слова. Давайте, если есть вопросы, есть ли вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. Алина Ашельга, Кризисный инфоцентр. У меня пока несколько уточняющих вопросов. Вы сказали, что предыдущие встречи длились несколько дней, а эта встреча сколько будет длиться? Один день. Один день, да? И в каком институте она будет? Регионального управления при президенте. А, я поняла. Ясно. Просто мы будем... Ну ладно. И сколько семей ожидаете как участников? И скольким семьям уже удалось помочь за предыдущие встречи? В этот раз у нас вот уже списки людей, которые планируют приехать, уже получается более 130 человек. Хотя мы рассчитывали на 100. В нашем списке сейчас 85 семей, но это не все они, конечно, могут приехать и добраться. И не всех мы, скажем так, обзвонили. Потому что есть там, по-моему, 12 или 14 семей, у которых нет телефонов, и у нас нет возможности доехать, скажем так, по этому адресу. А есть некоторые адреса неправильные. Мы выезжали дважды по адресу, и он оказался неверным. То есть это к тому, что если есть семьи, которые слышали, вот у нас такое было, после первого родинного кола, особенно трехдневного, потом звонили люди и говорили, мы тоже слышали, и у нас тоже вот тут родственники, там у них погибший, кому обратиться? Обращаться к нам. Мы работаем, 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 просто мало кто об этом знает. Но задача в том, чтобы поддержать. И вот эти вот семьи, которые не знают, и которых мы не пригласили, можно позвонить нам, и мы будем рады, конечно, их пригласить. Светлана, нажавите контакты, как связываться с вами, пожалуйста. Потому что кто-то может смотреть видео и читать статью. Ну я могу пока оставить свой личный телефон, не знаю, как остальные коллеги, но потом, конечно, в группе мы распределяем, потому что лично я сопровождать все семьи, конечно, не могу. Вот мой телефон 050-56-610-56. Хочу также дополнить, что есть сайт Рудына Колы и Ньюэй, на котором можно тоже ознакомиться с работой и обратиться к нам. Да, спасибо, Вика. Там есть телефоны, и есть перед наши кризисные психологи с фотографиями, и с фотографиями с тех мероприятий, которые уже были. Он так и называется, сайт Рудына Колы. Но он всеукраинский, там по ссылочке Харьков можно посмотреть, как мы проводили эти мероприятия, что там было в программе. Скажите, а чем могут... С предыдущей встречи у нас было около 40 семей. А их было 2, да? У нас были семьи, которые были и первый раз, и второй раз, они уже приезжали. Да, было 2. И эти встречи тоже ожидается, что... Ну, мы надеемся. Они друг друга уже поддерживают, и уже проще новеньким добавляться при поддержке тех семей, которые уже были. Если люди хотят помочь Вашей организации обращаться по этим же контактам, и чем могут поучаствовать, допустим, те же харьковчане, которые могут увидеть материал? Ну, у нас как бы как таковой организации большой нет. Это группа наша психологов без юридического статуса. Но можно позвонить, и можно поучаствовать кто чем может. Мы рады даже, честно говоря, эмоциональной поддержке. Потому что когда есть такие вопросы, прежде чем собрать семьи, первый вопрос у нас стоит хотя бы обед. Все-таки людей надо покормить. Они едут из-за лека. У нас, например, в моей семье есть две семьи, которые едут из Лозовой. Это, извините, 4 часа поездом или 6, это электричкой. И если кто-то может проплатить, мы очень рады. Мы ищем спонсора на обед. Потом для занятий с детьми и с группами нужны констовары. Кто может констоварами? Тот же кофе-брейк у нас тоже. Одни воду пообещали, другие чай и сахар. Спасибо огромное, правда. И у нас все по чуть-чуть. Кто может какой-то печатной продукции? Кто может, я не знаю, счет телефонный пополнить? И человеку можно перезвонить? Потому что когда мы звоним и приглашаем, и мы общаемся, люди иногда отказываются, иногда нет. Но потом проходит время, и они сами звонят, и они просят помощи. И больше всего это, конечно, социально-юридическое. Мы перенаправляем, конечно же, к тем специалистам, которые у нас есть. И мы очень рады, что очень много волонтерских предложений по юридической помощи, где они могут бесплатно получить, по социальной, военкомат тоже по разным вопросам, по оформлению документов и соцвыплатам, по детским лагерям, по оздоровительным мероприятиям детей. Было очень много летом. Были предложения по детским праздникам новогодним. Вот мы сотрудничаем уже второй год с Ассоциацией многодетных матерей, которая к своим детям и наших обзванивает, и каждый раз какие праздники приглашает, и подарки всегда выделяют им. Станция Харьков сейчас с нами началась сотрудничать. Но, в общем, все, кто захочет, кто может, кто может просто прийти поддержать. Вот, например, группа психологов, которая работает в этом тяжелом поле, она тоже нуждается в реабилитации. И нам нужно после этого мероприятия где-то собраться и два часа просто поговорить. И нам нужно помещение на 20 человек. И мы сейчас его тоже ищем. То есть у нас даже такой комнаты нет. Конечно, у каждого есть какие-то частные кабинеты, но не маленькие. А вот чтобы вся группа могла собраться, сесть в круг, нам это тоже нужно. Если кто-то может помочь, мы будем очень рады. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? Сколько психологов в вашей группе сейчас работает в Харьковской области? 17. 17. Скажите, вы проводите еще, возможно, какие-то курсы реабилитации для бойцов? Те, которые демобилизовались. Наша группа не занимается реабилитацией бойцов, но в нашей группе, наша группа состоит из психологов различных направлений. и люди работают в других проектах, может быть, или в частном порядке, то такая помощь есть. Но это не задача нашей группы. Я бы еще хотела только маленькое наполнение. Когда речь идет о средствах, у нас, конечно, есть большое желание оздоровить родных, родителей в тяжелешем состоянии, жены. И вот когда речь идет о деньгах, то есть у нас есть такая идея собрать эти семьи, где-то оздоровить каких-то оздоровительных учреждений. Какие-то лечебные учреждения, потому что тяжелейшая идет психосоматика, тяжелейшая идет патология, кардиальная, неврологическая, и нам нужна в этом плане помощь. Теперь, значит, мы начали сотрудничать, и к нам придут обязательно представители исторического музея. Мы будем работать над тем, курировать проект, чтобы была экспозиция по семьям погибших. Потому что на сегодняшний день там висит четыре фотографии, список из 30 семей. То есть мы тоже будем обязательно курировать вот эту часть работы, чтобы как можно было больше информации о семьях погибших, была экспозиция в историческом музее. Ну, вот это тоже наше, как говорится, на будущее. То есть где нам в последующем принимать эти семьи, как их оздоровить. Это действительно вот такие задачи, вопросы, которые нужно решать сообща, и если у горожан, у зрителей этой передачи есть какие-то воспоминания, какие-то моменты о погибших, кто-то знает, сослуживцев и так далее, обязательно тоже выходите на нас, и мы будем, скажем так, заботиться о том, чтобы эта экспозиция была максимально полная. Теперь на передачу встречи у роды Накула будет приглашена журналистка Анна Гин, которая работает над проектом книги о героях погибших Харьковской области. Поэтому я считаю, что перед нами всеми стоит такая очень важная задача, это дань памяти погибшим, это сохранить память о них живых, о таких, какими они были, потому что это были живые, прекрасные, добрые, веселые люди, и очень хочется, чтобы мы их такими запомнили, увидели, поэтому мы, например, на нашей встрече тоже всегда просим семьи приезжать с фотографиями, с какими-то предметами, некоторые родные привозят целые плакаты про своих родных, размещают фотографии там с детства, в семье и так далее. Поэтому задача нас всех, мы можем помочь семьям тем, что мы будем сохранять о них память. Опять-таки, обращаясь, вот цитируя слова Виолы Юлдашевой, она рассказывала, что когда вручали вот эту народную медаль, герой, да, народный герой, она говорит, это был первый раз, когда я из мрака горя осознала, что мой Тимур погиб за Украину, и что об этом кто-то кроме меня знает. Она говорит, мне стало от этого намного легче, потому что для меня почему-то очень важно, ну это все родные погибшие говорят, важна память о погибших. И наш проект, это с одной стороны помощь семьям, помощь в том, чтобы семьи подружились между собой, чтобы они научились помогать друг другу, с другой стороны, поднять в обществе эту тему, и память о погибших поднять на высокий государственный уровень. И вот, в общем, в этом плане вот делаются шаги. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если у вас есть какие-то дополнения, пожалуйста. Если нет, тогда спасибо вам большое за то, что вы делаете, и удачи вам. Мы обязательно будем к этой теме еще возвращаться. Спасибо. 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 Спасибо.